Гордума. Коротко о важном. Действительно, на заседании городской думы были рассмотрены первые изменения в городской бюджет. Они касались множества вопросов, но, наверное, остановлюсь на отдельных разделах. Первое – это мы скорректировали собственные доходы. Изменения не столь существенные. Это дополнительно 31,5 миллиона рублей. Это связано с изменением кадастровой стоимости земельных участков, поэтому они не были спланированы, вот эти изменения, до начала финансового года. Поэтому мы их сейчас учитываем, соответственно, используем их для дополнительных расходов. Кроме того, надо отметить, что у нас хорошие остатки средств сложились на начало года. Это 285 миллионов рублей. Соответственно, часть из этих остатков, порядка 78 миллионов рублей, пойдет на ранее заключенные контракты в 2020 году, но не оплаченные по той или иной причине, либо не все работы были выполнены. То есть сейчас эти процедуры в 2021 году будут продолжены. Что касается других остатков, их порядка 200 миллионов рублей, за счет этих средств мы предусмотрели увеличение расходов. Ну, наверное, стоит назвать несколько примеров. Например, мы планируем расходы на дополнительные работы по ремонту и устройству оснований футбольного поля. Это касается трудовых резервов. Когда мы принимали бюджет, мы уже учли 40 миллионов рублей федеральных средств регионального бюджета для укладки верхнего слоя. Нам необходимо сейчас работы эти синхронизировать, и 25 миллионов рублей за счет городского бюджета будут направлены на эти цели. Также мы планируем в школах ремонт кабинетов, электропроводки, кровли. Дополнительно у нас появилась возможность отремонтировать в Дюц Октябрьского района. Эту тему достаточно давно уже мы обсуждаем и поднимаем. Кроме того, считаем необходимым помочь школе спортивной номер 8. Они у нас активно занимаются развитием лыжного спорта, и поэтому будут лыжные трассы готовить, и мы им приобретаем трактор. Вопрос очень нужный и важный. Кроме того, выделяем средства на установку пожарной сигнализации в помещении культуры. И, наверное, стоит сказать, что зима в этом году была достаточно снежная. Это мы все заметили. Да, и это потребовало больше средств городского бюджета на уборку и вывоз этого снега. Для примера скажу, что почти в два раза мы больше вывезли нынче снежных масс, и, соответственно, и средств потребовалось почти в два раза больше. Поэтому сумма, может быть, не очень большая, но дополнительно 5 миллионов рублей для того, чтобы нам завершить работы этого зимнего периода уходящего мы выделили. Также следует отметить, что дополнительно по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматриваются средства на выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения и оборудованию светофорными объектами. Сумма достаточно большая – 12 миллионов рублей. Кроме того, мы приступаем к строительству улицы Капитана Дорофеева в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». И у нас возникла ситуация выкупа трех земельных участков у трех горожан. Там частные дома, да? Да, там три земельные участка с постройками, поэтому также мы 4,3 миллиона рублей дополнительно к федеральным средствам выделяем из городского бюджета. Ну, наверное, стоит отметить и такой момент. У нас было отремонтировано здание бывшего техника на улице Менделеева-1. И нам областной бюджет выделяет 16 миллионов рублей на обустройство и оснащение. И мы из городского бюджета также предусмотрели 16 миллионов рублей. Они в основном пойдут на благоустройство уже территории этого учебного замедения, в которое будет впоследствии использоваться. Кроме того, мы также предусмотрели за счет межбюджетных трансфертов ремонт улично-дорожной сети в сумме 5,8 миллионов рублей. Также вопросы безопасности дорожного движения, ну и многие там другие. В том числе, наверное, также стоит отметить, что мы предусмотрели ремонт теплотрассы в микрорайоне Радужной. Вы знаете, что в этом году неоднократно там были ситуации с отключением тепла, что вызвало негативную реакцию жителей. Поэтому эта теплотрасса у нас на сегодняшний день не в концессионном соглашении, она у нас обслуживается нашим муниципальным предприятием. Поэтому мы вот на текущий ремонт выделяем 8,9 миллиона рублей. Также дополнительно в этом году у нас достаточно большие планы. Это порядка 15 тысяч квадратных метров нужно создать жилья для горожан, которые переселяются из ветхоаварийного жилья. Поэтому мы сейчас дополнительно также направляем на эти цели 35,5 миллиона рублей. Всего на это направление у нас в бюджете предусмотрено 619,3 миллиона. Но основная сумма средств – это средства федерального бюджета, то есть мы участвуем в федеральном проекте. Как мы видим, Елена Васильевна, поправки касаются прежде всего социальных вопросов. Если говорить про школу на Менделеево-1, наверное, нужно напомнить слушателям историю вопроса. Чем была вызвана необходимость переоборудования здания техникума? Сколько учеников в ней будет? Иначе средства велись с работы, когда планируется открыть? Действительно, здание на Менделеево-1 пустовал на протяжении трех последних лет. И были выделены средства и федерального бюджета, и регионального бюджета на капитальный ремонт этого здания. Это здание у нас будет использоваться под общеобразовательную школу, и там откроется второй корпус школы номер 42. Наверное, важно сказать, что у нас в данной школе вот ввод этого здания позволит обучаться в первую смену всем ребятам. В 42-й школе. Да, и, соответственно, школа будет иметь все возможности работать в формате полного дня. Там планируется разместить учащихся от 7-го до 11-го класса, это порядка 15 классов комплектов, и учебный процесс будет организован для 375 учащихся. Ну, вообще, надо отметить, что в этом микрорайоне у нас высокая потребность в создании дополнительных мест. В районе работает несколько школ, это вот как раз 42-я, 47-я, 4-я. Поэтому ввод этого здания позволит нам значительно разгрузить общеобразовательную организацию этого микрорайона. Ну, мы понимаем, да, что там ведется интенсивная жилая застройка сейчас, да? Да. Тут уже там метроград и прочие районы. Когда школа откроется? С 1 сентября 2021 года она уже, в принципе, ремонт завершен. Сейчас вот по погодным условиям мы сделаем благоустройство территории, поэтому с 1 сентября ребятки уже будут заниматься в новом здании школы. Да, Елена Васильевна, я сразу хотела спросить, вот не уходя от темы образования, да, если говорить о внимании депутатов Гордумы к образовательной сфере, наверное, нельзя обойтись стороной вопрос, который мы неоднократно поднимали, это вопрос замены старых окон в детских садиках и школах. Какие работы в этом году ведутся и сколько средств выделено? Да, вы действительно правильно отметили, мы уже неоднократно эту тему обсуждали, потому что и проблема-то сформировалась достаточно серьезная. Серьезных средств не вкладывалось на протяжении последних 10 лет, и в школах достаточно много у нас оконных конструкций, деревянных, которые уже и тепло, так скажем, не держат, не сохраняют в зданиях. И вообще даже некоторые, так сказать, боятся открывать, потому что они могут просто элементарно выпасть на улицу. Поэтому мы с депутатами в прошлом году это поставили как приоритетное направление, и в прошлом году нам удалось отремонтировать и заменить, даже правильно сказать, заменить вот эти вот окна в 114 детских садах, 49 школах и в 6 учебных заведениях дополнительного образования. То есть достаточно большую работу провели, но мы уже в прошлом году сразу сказали, что эту работу мы будем проводить системно и ежегодно. Поэтому при утверждении бюджета текущего года мы предусмотрели 50 миллионов рублей. Кроме того, в рамках наказов избирателей из городского бюджета то, что выделяется по округам депутатам на работу как раз в своих избирательных округах, 17 миллионов рублей. То есть совокупно вот 67 миллионов рублей сейчас будет направлено в этом году. Большая часть средств, она уже проторгована, и работы в ближайшее время будут осуществляться. Но это коснется 148 детских садов, 44 школы и также 4 учреждения дополнительного образования. Кроме того, надо сказать, что на следующий год мы также уже в бюджете, который сегодня мы имеем, он у нас трехлетний, поэтому мы имеем возможность предусмотреть и в плановом периоде для того, чтобы департамент образования, администрация города смогли планово сейчас сделать осмотр, выявить... Оценить, какие здания в первую очередь нуждаются. Да, где последующие, так сказать, уже контракты, какие объекты включать. Соответственно, 50 миллионов рублей у нас уже зарезервировано в 2022 году в бюджете. Мы поставили задачу департаменту образования сейчас и объекты определить, и проторговать. Ну, это будет, конечно, уже вторая половина года с тем, чтобы с начала следующего года подрядчики могли приступить уже к выполнению работ. От темы строительства далеко не уходим, но возвращаемся к теме переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, о которой вы уже говорили. Куда поедут переселенцы? Ну, в первую очередь нужно сказать, что проект переселения граждан из ветхого и аварийного жилья для нас является приоритетным. И в прошлом году мы уже, вы знаете, построили два дома на улице Зеленина и улице Садовой, расселили 35 аварийных домов и переселили 782 человека. В этом году у нас планы еще более серьезные. Я уже говорила, 15 тысяч квадратных метров мы должны построить нового жилья. Предполагается, что это будет два дома 17-этажных на улице Курской и улице Энтузиастов в микрорайоне Урованцево. И также один дом будет построен в микрорайоне Ленгасово. Это будет пятиэтажный дом. Надо отметить, что параллельно мы еще и решаем вопросы по детям-сиротам. То есть у нас есть возможность в пределах 25% за счет средств регионального бюджета. Это касается совмещения двух проектов, поэтому мы параллельно строим жилье для переселения из ветхоаварийного жилья и тут же, предположим, секцию строим для детей-сирот. Это позволяет нам вот так вот комплексно тоже решать вопросы и по детям-сиротам. Вообще в этой программе у нас находится 170 аварийных домов и в целом вот за период реализации этого проекта будет направлено более 2,5 миллиардов рублей. Сразу же скажу, что основные средства – это средства федерального бюджета. Проект достаточно юмкий, поэтому мы за счет городского бюджета не смогли бы там в кратчайшие сроки эту проблему решить. И для нас очень важно выполнять все условия соглашения, которые у нас имеются с федерацией, и участвовать в этом проекте. У нас остается две минуты, и я попрошу Елену Ковалеву прокомментировать информацию о ставках для кировчан, владельцев овощных ям и кладовок. Много шума наделала в информационном поле новость о том, что платежи для них могут вырасти в десятки раз. Мы понимаем, что чаще всего собственники таких объектов – это садоводы, пенсионеры-садоводы. Почему возник вопрос и как решался? Я бы даже сказала, что вопрос роста размера арендной платы для граждан, которые имеют овощные ямы, мог бы возрасти в сотни раз. Поскольку если раньше в среднем этот платеж составлял порядка 10 рублей, не превышал, то, как я уже говорила, у нас в прошлом году произошли изменения кадастровой стоимости земельных участков. И это повлияло на размер вот того платежа, который в этом году мы должны были вручить владельцам овощных ям. Это касается ямы, которые расположены на муниципальных земельных участках, и они платят арендную плату за землю. Мы имеем право как муниципалитет изменить ставку. Поэтому кадастровую стоимость мы берем та, которая сегодня имеется, применяем коэффициент, который утвержден правительством области для аренды земли, и далее применяем ставку. Так вот, если бы мы применили ставку 1,5%, которая ранее применялась, и вот как раз существенно, так сказать, не влияла на размер платежа жителей, то сейчас мы понимаем, что эти платежи там достигали бы, может быть, даже порядка 2 тысяч рублей. Годовая, конечно, сумма, но вы правильно отметили, владельцами этих ям в основном являются люди старшего поколения, поэтому мы считаем, что это неправильно так резко увеличивать платеж арендной платы за землю для них. Мы приняли решение снизить ее, и если администрация к нам вошла с предложением ставку установить 0,3%, А не полтора? Не полтора, то мы... Именно вы же предлагали, по-моему, минимальную ставку установить 0,1%. Да, действительно, я и депутаты меня поддержали. Мы установили ставку 0,1%, что как раз значительно уменьшит финансовую нагрузку на граждан. Спасибо большое. У нас, к сожалению, времени не остается совсем. Я благодарю Елену Ковалеву, главу города Кирова, и надеюсь, что в следующий раз в этой студии мы встретимся достаточно скоро. До свидания. Всего доброго, до свидания. Гордума. Коротко о важном.